Сегодня у нас служение Пенуэлл, и одна из тем, очень важных тем служения, о которой мы сейчас поговорим, это тема отверженности. Все, наверное, знают, что такое отверженность, не все ее испытывают, слава Богу, они так думают, по крайней мере, но те, кто ее испытывают, это страшное чувство на самом деле, когда человек отверженный. Потому что принцип, по которому Бог создал человека, это принцип любви. Бог создал человека, чтобы общаться с человеком, и чтобы человек общался с ним на принципах любви. О том, что такое любовь Божья и любовь к Богу, мы сегодня уже говорили. Но хотелось бы поговорить о том, что же такое любовь между людьми. Иногда бывает, конечно, что человек чувствует себя отверженным Богом, но в основном мы чувствуем себя отверженными людьми. И, вы знаете, Писание говорит, если подытожить одно из мест Писания, так, что любовь между людьми угасает тогда, когда увеличиваются беззакония. Помните, Иисус сказал, что по причине беззакония во многих угаснет любовь. То есть, получается, а? Вот. Получается, что если мы теряем к ближнему своему любовь, это значит, в нас усиливаются беззакония. И это, на самом деле, не очень хорошая вещь, потому что если мы, если в нас увеличивается беззаконие, то в один прекрасный день, ну, для кого он прекрасный, для кого ужасный, придет Господь, и мы к нему там, о, Господь, Ты пришел, мы Тебя так долго ждали, аллилуйя. Он скажет, отойдите от меня, делающие беззаконие, я никогда не знал вас, и будет обидно. Особенно будет обидно видеть среди тех людей, которым он это скажет, людей, которые стояли рядом с нами в церкви, которые поднимали так духовно руки вверх, которые молились за больных, которые изгоняли бесов. Но Павел говорит, что если я отдам все, но любви не имею, то чего я вообще стою? И вот когда человек сталкивается с отсутствием любви, у него возникает некоторое чувство отверженности. Отверженность – это ненужность. Я не боржу вас сейчас поднимать руки, потому что я буду давать вам свои примеры, это очень тяжелая тема, на самом деле. Поэтому не надо сейчас поднимать руки, кто отверженный, кто не отверженный. Я хочу, чтобы вы просто послушали мои примеры, которые я приведу из своей собственной жизни. Потому что мне, ну, не то, что они сильно тяжело достались, как опыт, но мне было с ними до некоторой степени сильно некомфортно в этой жизни. Я думаю, что, может быть, где-то вы найдете общие точки соприкосновения. И существует несколько заблуждений по поводу отверженности в нашей жизни. Первое заблуждение, которое рождается у людей – это отверженность Бога. Говорит, Бог меня не любит. Слышали, наверное, таких людей, которые говорят, Бог меня не любит. Давайте посмотрим на историю. В пятой главе Римлянам написано, что Бог доказал нам свою любовь тем, что Он умер за нас еще до того, как мы с вами родились и стали грешниками. Он уже позаботился о том, чтобы все наши грехи были искуплены и омыты кровью Иисуса. Вот на таком кресте, на Голгофе. Вопрос в другом. Этот энкаунтер вчера начался со слов на путстве, где мы говорили, что всем здесь будет дано одинаково. Не нами, а Богом. И вопрос не в том, кому сколько дадут, а вопрос, кто сколько унесет. Ну-ка, понимаете, в чем проблема, что унести любовь в охапку невозможно. Любовь можно унести только в сердце. Если мы свое сердце не опустошим от обид, от каких-то домыслов, от каких-то непонятных мыслей, которые нас посещают, типа, Бог меня не любит, или, ну, меня, наверное, еще и родители не любят, а еще, наверное, друзья не любят, а я вообще тут никому не нужен. И в этот момент, когда мы опустошаем сердце от всех этих домыслов, вы знаете, Бог создал законы физики для чего? Для того, чтобы мы через эти законы физики познавали его безграничную сущность. И один из этих законов физики говорит, что природа не терпит пустоты. Если мы это опустошим, то туда должно что-то заполниться. И заполниться туда только две вещи. Либо любовь Божья, либо очередная отверженность. Вопрос, чем вы хотите заполнить. А чем вы заполнить, зависит только от одного. Знаете, от чего? От вашего решения. Хотите вы принять любовь Божью, или хотите вновь наполнить ответственность? Здесь есть такое понятие, как позиция или поведение мастера и жертвы. Знаете, в чем различается эта позиция мастера и жертвы? Когда мы с вами мастера, то есть хозяева жизни своей. Что значит хозяева жизни? Понятно, что наша жизнь принадлежит Иисусу. Но мы же когда-то сделали этот выбор, отдать ее Иисусу. Значит, мы были владельцами этого выбора. Как Ханани и Сапфира. Они были владельцами выбора. Отдать или не отдать, соврать или не соврать, обмануть или не обмануть. То же самое и мы. Если мы говорим, что мы хозяева своей жизни, мы принимаем решение отдать свою жизнь Иисусу, поверьте мне, он придет и наполнит наше сердце любовью. А если мы принимаем решение, я, наверное, его здесь подожду, пусть он сам ко мне придет и покажет, любит он меня или не любит. Он не придет и не покажет. Он не придет и не покажет. Потому что он на протяжении всего Писания говорит, придите ко мне. Все труждающие, все обремененные. И вот когда мы придем к нему, все остальное он сделает сам. В отличие от того, который не спал с неба когда-то, как молния, пришел и говорит, что там, у кого чего не хватает? Денег надо? Давай, я сейчас приду, тебе дам денег. Что еще тебе надо? Машину? На. Работу? На. Что тебе надо? Хороших друзей, компанию, выпить, закусить? Не вопрос. Все, сейчас приду, все сделаю. И он везде успевает. И мы сегодня как раз говорили, он когда не спал с неба, он забрал оттуда с собой. Кучу всяких вещей, которые свойственны и чадам Божьим, то есть и нам в том числе. И, например, чудотворение, он может творить чудеса. И мы думаем, вау, это, наверное, от Господа. О, там, знаете, кошелек нашел, там, две тысячи долларов, да, как тот еврей. Нашел, шел, говорит, кошелек, нашел, говорит, на улице, открывает, не хватает. В отличие от этого, Бог не так вероломно приходит в нашу жизнь. Он говорит, куда пригласить, я туда войду. В какой уголок сердца пригласить, я туда войду. В остальные, извините, я... Ну, представьте, вы пригласили себе вежливого гостя домой, и вы, зная, что он вежливый, всю грязь смели под коврик, значит, все, что некрасивое, непрезентабельное, в другую комнату сложили, дверь такую красивую поставили, что, типа, вот там все хорошо, вот, там шмотки все сложили, всех скелеты в шкафчик запихали. Вы знаете, что он сам открывать-то не будет. А в прихожей все убрали, в салоне все чистенько, убрано, туда пригласили, чаем напоили. И вы думаете, что он пришел и впечатлился, какая у вас классная квартира, чистая, убранная. Он впечатлился тем местом, куда его пригласили, там вы о нем позаботились. Но вы же знаете, что он вежливый, и он не пойдет в другие комнаты. И туда он, вы его и не приглашаете. А вот сатана приходит и говорит, так, а что у вас здесь? О, скелетики, замечательно. А тут что он? Ага, пылюга, понятно. Сейчас я сфотографирую, подождите, я потом вам напомню, где у вас все это лежит. И вот он приходит и напоминает. И люди думают, слушай, меня Бог, наверное, не любит, если он мне все время какую-то гадость подсовывает. Но подсовывает совершенно не Бог. Подсовывает тот самый дьявол, которого задача прийти и обмануть, прийти и обвинить, прийти и отобрать, убить, украсть, погубить. А мы почему-то все на Бога сваливаем. Есть еще одна тема, что люди меня не любят, наверное, да? Ну, что они мне все время каких-то непонятных Бог там? Если бы Бог меня любил, он бы людей мне нормальных дал бы, да? А то что он мне послал каких-то людей непонятных? Непонятные какие-то, не знаю, что-то, ну, плохие люди не любят меня, не делают, что я хочу. Знаете, если люди не оправдывают ваши ожидания, они тут не виноваты. Это же ваши ожидания. Они тут при чем? Иногда отверженность бывает, которую мы сделали сами себе. Давайте посмотрим, откуда эта отверженность приходит. Вернее, начнем мы не откуда эта отверженность приходит, а корень проблемы где. Как мы знаем, что у нас может настать отверженность? Давайте так, с симптомами бороться будем. Первое. Как только вы почувствовали депрессию, знайте, следующее в гости придет отверженность. Молодежь знает, если мне не поставили сегодня 100 лайков в инстаграме, отверженность. В социальных сетях это называется отфрендженность. После этого приходит следующая гость, называется разочарование, в боге, в людях. Потом приходит разочарование в себе или называется горесть. Начинаем горевать. Что же я такой? За что я богов? За что мне все это? Слышали, наверное, про такое? Сегодня, когда мы будем говорить о проклятиях, мы с вами узнаем, почему такие вещи говорить нельзя. У всех, давайте я вам так скажу, у всех сегодня в этом мире есть отверженность. Каждый хочет любить и быть любимым, но в большинстве случаев мы хотим быть любимыми, но не хотим любить. Потому что любить это ответственность. Любить это жертвовать. А быть любимым – это когда тебе жертвуют, когда за тебя отвечают, когда у тебя все хорошо, а у остальных не важно. Получается, что мы хотим все вокруг себя. Иногда причиной отверженности может являться эгоизм. Но это редко. Хотя у кого-то, конечно, есть свой корень. Бывает такое, что у отверженности есть более глубокие корни. И, например, неожиданная беременность. Неожиданная беременность. Ребенок стал жертвой неожиданной беременности. Его не хотели. С детства он слышал в утробе матери. Слушай, может, аборт сделаешь? Ну зачем тебе ребенок? Ну зачем тебе? У тебя ни квартиры нет, ни мужа нет, ни обеспечения нет на эту тему. У тебя учиться еще надо. На работу, жизнь устраивать. Какой тебе ребенок? Избавься от него. Есть такие дети. Давайте посмотрим 138-й псалом. Можете открыть, можете не открывать. С 13 по 17 стих. Я думаю, что Анатолий силами, данными ему сверхъестественными, сейчас выведет нам это на стену. И там написано. Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в очреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне осознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. Через три дня после того, как образовался зародыш, теоретически можно определить его пол. Ровно через неделю он начинает слышать все, что происходит вокруг. Не ушами, вибрациями, но слышать. Ребенок рождается понимающим язык, на котором говорит его мать и окружающие ее люди. Он понимает. Он не понимает, откуда приходит звук. Первые несколько месяцев ребенок не понимает, откуда приходит звук. Он не видит изображения. У него какие-то перевернутые силуэты. Но он все понимает. И все это у него откладывается здесь, в словах, которые мы произносим. И такие люди тоже есть. У меня, к сожалению, такого не было. Я никогда не сталкивался с отверженностью у себя дома. И вы знаете, когда у ребенка все хорошо, тогда сатана приходит и пытается сделать так, чтобы все было не очень хорошо. И вот как-то уже я, будучи взрослым человеком, я слышу от своей мамы такую фразу. Ты меня, наверное, прости. Я, наверное, самый неласковый в мире человек. Я, наверное, тебе мало любви дарила. Но если бы она меня не спросила, я бы не задумывался об этом никогда. Мне реально это не мешало, потому что я считал, что так и должно быть. Вот как оно сейчас происходит, так и должно быть. Да, она меня воспитывала одна. Я большую часть времени своего провел у бабушки с дедушкой. Там у меня воспитали стойкое отвращение к чтению книг, к урокам. Знаете, как, да? Сиди читай, быстро вот отсюда до суда. Вот, очень влюбляешься просто в чтение после этого. Жить без него не можешь. До сих пор, когда смотрю книгу, вижу фигу, это про меня. А она зарабатывала деньги. У меня все было, что мне надо. Мне никогда ничем недостатка не испытывало, слава богу. Ну вот почему-то сатана пришел и нашептал какую-то ерунду на ухо. Я тогда уже занимался личностным развитием. Тогда я понимал, что если человек приходит и говорит, слушай, меня беспокоит вот это в тебе, сразу можете говорить, это его беспокоит в себе. В себе. Я, когда покаялся, я позвал маму в церковь не для того, чтобы она покаялась. Меня ее покаяние тогда не интересовало. Я не понимал, что такое покаяние, потому что я вот 15 минут как покаялся. Я еще не понимал, что я сделал вообще. Но я очень хотел, чтобы она испытала то же самое, что испытал я. Потому что я испытал такую любовь Божью. Когда стоял и слушал псалмы, и когда слушал прославление, я сказал, вот она должна вот это испытать. Потому что это точно любовь. Потому что если она меня спросила, испытывала ли я недостаток в любви, скорее всего она испытывала недостаток в любви. Я позвал ее, говорю, слушай, приходи, это тебе надо. Мне это нормально, а вот тебе надо. Бывают такие случаи, когда наоборот, родители не любят своих детей. Вернее так, родители плохо относятся к своим детям не потому, что они их не любят, а потому что они не умеют дарить эту любовь детям. Они не знают, что такое дарить любовь. Вот ну не знают. Я тебя люблю, поэтому я работаю с утра до вечера, зарабатываю тебе деньги. Ты что, не видишь, я тебе и то купил, и это купил. Все, отстань от меня. Я устал. Или я устал. Все, не трогай меня. Чего пришел? Иди вон, я тебе все купил, иди вон, вон, игрушки играй. Все, тебе купили то, купил лет. Ну да, купили. Но знаете, если ваш ребенок приходит к вам и говорит, мама или папа, мне есть что тебе сказать, оставьте все, что вы делаете. Все оставьте, повернитесь к нему и выслушайте его внимательно. Ему это крайне важно рассказать. Именно вам, именно сейчас. Потому что если вы ему скажете, что вам некогда, или пусть придет попозже, потом ему это будет неактуально. А когда он вырастет, вы ему скажете, послушаем, можно с тобой поговорить? Мне некогда. Если вы хотите, это такая мерзкая фраза, очень классная. Если вы хотите, чтобы вам в старости было тепло, не дышите холодом на своих детей. Есть еще одна причина отверженности. Она, к сожалению, очень распространена. И, к сожалению, распространена в церкви. Это разводы, распад семьи. Вы даже себе представить не можете, я как молодежный пастор, я с этим сталкиваюсь очень часто, но вы себе даже представить не можете, что творится с детьми, особенно подросткового возраста, когда их родители разводятся. Вы просто даже не представляете, куда их начинают носить. Кстати, кто здесь не понимает иврита? Что-то у вас так много-то. Ну ладно. На иврите слово подросток звучит как наар. Это переводится как бросаемый, швыряемый, сотрясаемый такой. Это наар. Его и так колбасит. А еще, если у него родители развелись, его вообще начинают в такие места колбасить, что вы себе не представляете. Ребенок, почему его так колбасит? Потому что он чувствует себя виноватым в разводе своих родителей и он начинает заострять внимание обоих на себе любыми способами, чтобы только они обратили на него внимание и, может быть, они в проблеме хоть сойдутся вместе. Это все, что происходит с людьми. Иногда смерть родителей, знаете? Оставьте смерть. Мы сегодня с вами говорили об убийстве. И одно из значений слова убийство – это как раз свернословие, оскорбление и так далее. Если родители ругаются друг при друге, дети чувствуют себя виноватыми. И они чувствуют, что это из-за них все происходит. Из-за них. Потому что, когда родители ругаются, он подходит там, папа, мама. Да уйди ты, не мешай. Все. Он понимает, что он здесь не нужен. И у него начинаются проблемы. Бывает еще, когда родители, ну, умирают, понятно, но когда родители отказываются от своих детей. И потом узнают, что родители, оказывается, от них отказались. Таких людей я тоже видел. Немного, правда. Слава Богу, немного. Я видел немного. Но таких детей очень много. От которых родители отказались. И им это сказали. И сказали в такой циничной форме. Знаете, типа, да тебя даже мать твоя не захотела. Бросила тебя. Мы тебя подобрали, там, умыли, одели. А ты тут еще что-то нам. Есть и такие люди. Критика бесконечная в адрес ребенка. Сравнение его с другими. Рождение второго ребенка в семье. Когда внимание вдруг переключается полностью на второго ребенка. А первому внимания уже не уделяется. Предательство и измены в семье. Я знаю семьи, в которых мужья или жены позволяли себе с любовниками или с любовницами приходить домой. И в присутствии детей не будем говорить, чем заниматься. Знаю таких детей. Здесь, сейчас, в этом городе живет как минимум две такие семьи, которые я знаю. И я ими занимаюсь. Потому что у них непрощение к своим родителям. Именно по этой причине. Потому что они не могут понять, как это. Любимый папа, любимая мама. Появляется третья женщина какая-то. Которой папа относится так же, как к ней. Ребенок все это на себя меряет. Сексуальное или словесное насилие в семье. Вы знаете, есть очень много людей, которые подвергались сексуальному насилию в детстве. Родители, ну отцы своим дочерям. Матери к своим сыновьям. Братья к своим сестрам. Дядьки, тетки к своим племянникам и племянницам. Сплошь и рядом. К сожалению, сплошь и рядом. Понятно, что все это от лукавого. Но это есть. Есть еще, знаете, несоответствие так называемым стандартам мира. Когда мы смотрим вокруг себя и говорим, слушай, я, наверное, неполноценный. Ну посмотри, у всех вон как, а у меня же не так. Может быть, я родился не в той семье. Может быть, у меня в семье доходы плохие. Может быть, я плохо себя веду, и мне не покупают то, что покупают другим детям. Есть и такие варианты. Или когда в школе ребенок приносит, ну, нехорошие оценки, не спать. Будите соседей. А посмотрите каждый на своего соседа и разбудите его. Ребенок приходит домой, приносит нехорошие оценки. И ему говорят, ну, что ты за человек. Ну, посмотри на него. Вон, посмотри, Вася, как хорошо учится. Петь, а ты что? Ну, кто из тебя вырастет? Когда мы сравниваем детей с другими людьми, мы воспитываем в них отверженность. У вас есть анкетки такие по отверженности. Посмотрите. Может быть, я рассказываю сейчас именно про вас. Это все те самые зацепки сатаны, которые он оставил внутри нас, для того, чтобы потом за них дергать в самый неподходящий момент. Несоответствие физическим стандартам красоты 90-60-90. И это только лицо. Анкета служения освобождение, да? Да. Анкета служения освобождение. Когда девочки начинают садиться на диету, и эта диета заканчивается могилой, потому что, когда переходят в состояние анорексии, это уже все не лечится. Когда мальчики начинают в погоне за мускулами пить протеины, а потом после 18 лет лечить свой цирроз печени. Зато мы хотим же быть такими прямо, вау, куда-то. Положение в обществе. У того есть Мерседес, а у меня нет. У него папа крутой, а у меня не крутой. Папа, почему ты не крутой? Иногда это правильная оценка, иногда неправильная. Приходит папа и говорит, так, иди учиться, давай, иди учиться, а то будешь всю жизнь дворником. Папа, ты кем работаешь? Охранником. Папа, сколько у тебя высших образований? Два, почему ты охранником работаешь? И он понимает, что его пример ему не годится. Мы не говорим сейчас о почитании родителей, но, может быть, папа как раз и хочет, чтобы ребенок не работал охранником. Но в большинстве своем родители хотят в детях воплотить свои несостоявшиеся мечты. И говорят, я не стал врачом, а ты станешь, иди учиться на врача. Я не стал там физиком великим, а ты станешь, иди учиться на физик. У меня друг есть, он офицер советской армии. Он говорил, в отличие от многих, мне, говорит, папа дал выбор. Он говорит, либо пойдешь в общевоисковое военное училище, либо в автомобильное. Ну, папы не было, как бы, у него даже в мозгах не могло уложиться, как его сын будет не офицер. Ну, так, не могло быть просто. Просто не могло быть. Сексуальные взаимоотношения. В детстве, в юности. Кому-то что-то сказали где-то, как-то. Все, у него это напрочь запало, и он все, он больше никуда. В взаимоотношения между детьми на улице. Знаменитый рассказ про футбол. Да. Знаете такую игру футбол? Кто играет в футбол? А кто любит футбол? Когда-то в детстве, мне, наверное, было лет 12, меня позвали играть в футбол. Им нужно было команду скомплектовать. Они сказали, ты круглый, большой, будешь в воротах стоять, мимо тебя мяч точно не пролетит, говорит. Я говорю, ну ладно, я никогда этого не делал, ну что, ну пойду, постою. Мне же никто не объяснил, что надо делать вообще. На меня со всей дури летит парень с мячом, вот так вот пинает. И как вот пнет, я отошел. Мячик пролетел. Чего я только не наслушался. И какой у меня живот, и какие у меня щеки. У меня была, погоняло, толстый, жирный поезд пассажирный. В школе я стал резко слоном. До этого меня никогда не называли. Слоном стал. Короче, я возненавидел эту игру. Я возненавидел своих сверстников. И примерно лет, наверное, до 30 моей жизнью руководил 12-летний подросток, которого обозвали толстый, жирный поезд пассажирный. Я, нет, футбол я не понимаю до сих пор. Реально. Я не понимаю эту игру. Я не понимаю вообще ни одну групповую. Я не понимаю, зачем нужно гоняться стольким людям за одним мячиком и еще платить кучу денег, чтобы на это посмотреть. Я реально не понимаю. Но есть вещи, которые я не понимаю, и не знаю, что этого не существует. Это существует. Есть люди, которые в это играют. Но слава богу, каждому свое, как говорится. Я в это не играю. Но в 30 лет я понял, что на самом деле мной руководила отверженность 12-летнего подростка, которому сказали, что он там толстый, жирный. И он почему-то на это обиделся. Нет, ладно, если бы я не был толстый, я был бы худой, и меня назвали толстый, жирный. Ну я же был такой. Они правду же сказали. Ничего-то от меня не скрывали, все было хорошо. По их понятиям. А по моим мне было больно. Второй пример. Школа. Очень я горжусь тем, что я застал. Не я тут, а мы такие, как я. Мы люди, которые последние видели ветеранов живыми. Ветеранов войны, я имею в виду. И мы очень любили с моими родственниками, с пацанами. 9 мая наши деды одевали свои кители со всеми своими орденами, погонами и так далее. И шли на парень. Мы очень любили с ними ходить, такая гордость переполняла. И как-то нам задали в задание на уроке литературы написать сочинение про 9 мая. Мы с дедом сели и написали сочинение в стихах. Целую тетрадку, прям стихотворное сочинение про День Победы. Я его такой гордый, понес, встал. Мне тоже было лет 13, наверное, может, чуть младше. На следующий день, значит, проверяю. Ну, классный руководитель, любимая учительница, кстати. Вот как можно из нелюбимой учительницы стать ненавистной учительницей? Приходит и говорит, вот все классно написали сочинение, кроме одного. Решил выделаться, говорит. Говорит, я поэт, говорит, зовусь я Светик, от меня вам всем приветик. Ну, ладно бы, сказала бы и все. Нет, она на меня пальцем показала, говорит, вот он сидит. Рифмоплет, говорит, доморощенный. Все. Называется публичное унижение. Представляете, как ребенку такое сказать? И вот смотрите, что происходит. На каждом этапе нашей жизни происходят какие-то вещи, которые делают нас не такими, как все. Ну, ладно, не такими, как все в лучшую сторону. Это все пытается нам показать, какие мы уродливые по отношению к кому-то. Можно я сейчас подниму одного человека, добровольца, и спрошу у него просто, как он себя чувствует, полноценным, неполноценным? Кто может поднять руку сейчас и сказать, что он чувствует себя полноценным человеком? Полноценным, да. Полноценным на 100%. Кто? Можно? Можно вот Николай? Ближе всех сидишь просто, чтобы... Вот полноценный Николай. Окей? А я вот подхожу к Николаю и говорю, слушай, а что ты такой маленький? Да, он дал рост. Представляешь? Чего он такой маленький? Да? Ему вот, понимаете, если вот... Ну, он себя как бы нормально, он же сказал, он полноценный, да? А вот вышел бы сейчас сюда человек, который себя полноценным не считает. Тут еще я такой, с высоты двух метров, пяти сантиметров ростом. Я говорю тебе, слышишь, ты чего такой маленький? Он бы сказал, да ты чего, да я сейчас текал кто... Потому что ему и так все об этом говорят, да? А еще он начинает, слушай, а что такой маленький, как карлик? Он такой, что? Я? Карлик? Да не может быть. И он уходит домой, а потом ему дома приходят и говорят, слушай, что-то у нас одежда вся для карликов какая-то дома. Чья? Он говорит, блин, все теперь знают, что я карлик. Представляешь? А на самом деле, почему я... Какое я имею право ему сказать, маленький он или большой? Карлик он или не карлик? Жирный он или не жирный? Вот если бы сейчас здесь стояло два Николая, один вот такой и второй другой Николай, точно такой же, с таким же набором генов и хромосомов, я бы сказал, этот лучше, чем этот. Было бы с чем сравнивать. Это все, что сейчас сравнивать меня с ним. Это анекдот такой есть. Спасибо. Анекдот такой есть. Крокодил, он больше зеленый или длинный? Кто сказал зеленый? Или длинный? Видите, как мнения разделились? Кто за то, что он больше зеленый? Кто за то, что он больше длинный? На самом деле, ответ у этой загадки простой. Он больше зеленый, потому что зеленый он и в длину, и в ширину, а длинный он только в длину. Мы склонны сравнивать кого-то с кем-то, потому что кто-то не такой, как мы. Особенно в церкви это проявляется, когда мы начинаем судить других, потому что другие грешат не так, как мы. Вот мы правильно грешим, а они нет. И на каждом этапе в нашей жизни появляются моменты, когда приходит что-то и очень больно ранит нас в сердце. У меня медицинское образование, поэтому я вам принес сюда сердце. Надо было видеть глаза некоторых присутствующих. Иногда стоит стоять за кафедрой, чтобы посмотреть на глаза. Я принес вам сердце, чтобы показать, как его ранят. Хотите посмотреть? Вот сердце. Хорошо, что вы знаете, что такое помидор. А если бы вы не знали, вы бы ведь и подумали, что это сердце, ведь его же никто никогда не видел, из вас, по крайней мере. Только на картинке, в виде этих. Сердечек. Сердце. Мы рождаемся с вами. У нас появляются друзья, с которыми мы дружим, с которыми мы разговариваем. И эти друзья постоянно пытаются нас... Знаете, детский мир, он очень жестокий мир. Люди в детстве очень любят ранить других, потому что правило говорит со следующим. Ничто так не радует, как горе товарища. И вот мы выходим играть в футбол. Пропустили мяч. А они нас там... Ну, гвоздя у меня нет, поэтому я воспользуюсь ложкой. И этот гвоздь, который называется публичное унижение, втыкают прямо в это сердце. И с одним гвоздем мы уже ходим. Потом мы приходим в школу. Нам говорят, что мы выделаться захотели. Рифмоплеты. И второй гвоздь в сердце. И вот мы уже с двумя гвоздями ходим. Потом мы вырастаем. Нас принимают в институт. Мы заканчиваем институт. Поступаем на работу, а только что закончившие работу дипломированные, безработные, никому не нужны. Нас увольняют с работы. И нам система нашего работодания еще один гвоздь. И вот мы уже с тремя гвоздями. В сердце. Наконец мы делаем какую-то карьеру. Женимся. Выходим замуж. Рожаем детей. Вроде успокаиваемся. И вроде уже мало интересует нас, что там нам в детстве говорили. Уже мало нас интересует, что там нам в школе говорили. Мало интересует, как нас с работы уволили. Мало нас что это интересует. И вроде как уже успокоились. И вроде уже думаем, ну нормально же что. Жену нашел. Нормально. Дети вон положили. Машину дали на работе. И гвоздики эти мы так медленно из себя повынули. И все вроде хорошо. Сердце без гвоздей. Удобнее же без гвоздей, правильно? Удобно, чем с гвоздями. Вот так посмотришь на это сердце. Дырки. Раны-то остались. И вот ходим мы с этими ранами, смотрим на свое сердце и говорим, у меня в сердце незаживающая рана. И эта незаживающая рана, она переходит к нашим детям. Мы им говорим, будь осторожен. Тебя так могут ранить в сердце. И люди, наши дети приходят в жизнь уже с готовностью, что их ранят в сердце. Иова 3.25. Все, чего я больше всего боялся, пришло ко мне. И их ранят в сердце. И в результате мы таким образом передаем эти проклятия из поколения в поколение. До момента, пока мы не приходим к Господу, и Он говорит, послушай меня. Я говорю, я все понимаю. Ты много чего натерпелся. У тебя какие-то свои там есть причины кого-то не любить. Меня может не любить. Но я так тебе скажу, меня твое вот это вот раненое сердце вообще не волнует. Мне все равно, сколько там дырок. Мне все равно, как там сифонит кровь из этого сердца. Я вообще это сердце у тебя не хочу видеть в тебе. Я хочу сменить твое сердце на новое. Пятидесятый псалом. Сердце чистое, сотворимо мне, Господи, написано. Он говорит, я хочу дать тебе сердце новое, только согласись его принять. И некоторые из нас соглашаются принять. Я говорю, почему некоторые? Потому что не все же спасаются. Да? Он говорит, приди ко мне, я поменяю тебе сердце. И мы соглашаемся его принять. Мы становимся новым творением в Иисусе Христе. У нас все классно, но есть непонимание. Мы-то привыкли им мерить все мирскими мерками, что если я здесь неправильно согрешу, что обо мне подумают? Илья об этом говорил как раз, да, помните, Шаули Самуил? Разница во взглядах. И мы приходим сюда, и, о, пастор на меня сегодня не посмотрел, все понятно. Не разговаривает со мной. О, а эта прошла вообще мимо. Ничего не сказала, даже прическу мою не заметила. Вот такая, завистливая, наверное. А тот, гляди, машину новую купил. Интересно, откуда у него доходы? И мы начинаем осуждать других, осуждать себя. Потом думаем, слушай, может, я действительно недостоин? А мысли-то эти, мы знаем, откуда приходят. Приходят сюда, садятся тебе на плечо и начинают шептать. А вы соглашаетесь с ним, думаем, слушай, ну реально, ну реально, посмотри на жизнь, ну посмотри, у тебя здесь не так, здесь не так. Ты в церковь входишь, молишься, Библию вроде как читаешь, ну перед сном, чтобы лучше заснуть. С пастором общаешься иногда, проповеди слушаешь, пару песен в прославлении выучил. А почему же у тебя так плохо-то все? А я тебе скажу почему. Потому что ты недостоин. Ты же пришел не на блюдечке с голубой каемочкой. Тебя же из мира достали. Тебя же из мира достали. Из моего, кстати. Там же все грязно, плохо. И теперь все-то это знают. По тебе потоптались. На тебя поплевали. Ну и все это знают. А теперь ты как хочешь, чтобы у тебя просто из грязи в князи? Так не бывает. Он начинает избранное для избранных и начинает рассказывать нам всякие истории. Самое обидное, что в эти истории мы начинаем верить. И вот тут наступает проблема следующая. Сердце вроде чистое, новое, без дырок. Вроде в Бога верим и Богу доверяем, но состояние такое, все плохо. Никто не замечает, никто не признает. Что с этим делать? Как быть с этим? Есть один путь это сделать. Я вам продемонстрирую. Давайте посмотрим, кто из вас в жертвеннее всего. 200 шекелей у кого есть купюра. Пожертвовать мне сейчас здесь. Прямо. Ну и она не вернется к вам, только я сразу предупреждаю. Только у одного что ли? Видите, оставь ее себе. Все знают, что это такое? Ну, государство говорит, что это деньги. Одного Мойшу посадили в тюрьму, его спрашивают, за что? Он говорит, понятия не имею. Не, ну так не бывает, просто так же в тюрьму не сажают. Он говорит, да нет, просто почему-то государственные деньги точно-точно похожи на мои. Значит, кому нужны эти деньги? Поднимите руку, кому они нужны? Кто бы хотел их получить? Не надо говорить слово всем. Подняли руки пять человек. Круто. Круто. А почему вы так хотите? Почему вам так нужны эти 200 шекелей? Не помешает. Хороший ответ, мне нравится. Не хватает. Потому что это 200 шекелей. Правильный ответ, потому что это 200 шекелей. Мы все знаем, что на эти деньги можно купить. А еще знаем, что на эти деньги купить нельзя. Согласны? Это всего-навсего бумага, сделанная из хлопковой нити. Хлопковой. Сейчас рушатся, как стереотипы, да, Наташа? Вот побываешь на проповеди, и все. Смотрите внимательно. Ловкость рук, никакого мошенничества. Если я сделаю вот так. Смотрите. Она перестала быть красивой. Она стала просто комком бумаги у меня в руках. Кому нужны такие деньги? А зачем они вам? Посмотрите, что я с ними сделал. А, серьезно? Все еще 200 шекелей? А так? Кому нужны 200 шекелей из-под моей ноги? Хорошее предложение. Мне нравится. Что ж ты свои-то не дал? Могу. Но дело не меняется. Смотрите, что с ней стало вообще просто. Была же красивая бумажка. Вы знаете, почему вам все еще и не нужны? Вот это вот. Она нужна. Потому что это все еще 200 шекелей. Не важно, в каком они виде. Вот Бог вас спас, потому что Ему все равно, как вас мяли. Ему все равно, кто по вам топтался. Ему все равно, кто на вас плевал, кто вас зажигалкой поджигал. Вы для Него от рождения, когда еще ни одного из ваших дней не было, когда еще не было, когда еще кости его, вернее, кости ваши под его чутким руководством создавались, ценность после этого не потеряли для его царства. Но почему-то, когда мы общаемся с людьми, если тот сильно помятый бомж, не, что-то, наверное, он это. Знаете, здесь сидят несколько людей, которых, если бы вы видели их пару лет назад, сегодня они красивые, пахнут одеколонным. А пару лет назад к ним на километр подойти было нельзя. От них смердило. Они были все в язвах, и колоть уже было некуда. А сегодня эти люди сидят здесь, красивые, благоуханные, потому что Господь смотрит совсем не на ваш внешний вид. А Иисус сказал, не судите по внешности, судите судом праведным. И в результате получается, что мы с вами отверженность воспитываем сами в себе, в среде человеков, неизвестно для чего. Нам приятно сделать кому-то больно, сказать ему, не, ну это бомж, что я не... Я с ним... Можно я не буду с ним сидеть на одном ряду? Можно я не буду после него в туалет ходить? А ложку вы простерилизовали после него? Нет? А чашку? Может, выбросить? Или давайте одноразовый стаканчик дадим ему? А то, знаете, ну бомж все-таки. А вы знаете, Бог, слава Господу, Бог, Он вообще не смотрит на то, как человек выглядит. Вообще не смотрит. Он приходит и говорит, когда ты умрешь, твое тело сгниет. И неважно, был ты 90-60-90 или бомж. А вот сердце твое, которое гоняет душу твою по организму, я себе заберу, мне оно ценно, и туда любовь помещу. И от этой любви у тебя в душе все расцветет. И от этой любви ты не будешь ломки испытывать, когда бросишь колодцы или нюхать. Не будешь. Потому что написано, любовь покрывает многие грехи. А мы начинаем оценивать людей. Мы начинаем оценивать себя. Некоторые люди смотрят в зеркало и говорят, блин, ну вообще. Сейчас вы скажете, ну ты, наверное, про себя рассказываешь. Нет, я не рассказываю про себя. У меня был лишний вес. Я на сегодняшний день вешу на 65 килограмм меньше, чем весил год назад. Но я всегда говорил, если у кого-то есть проблемы с моим лишним весом, это ваши проблемы. Единственное, кому он мешал, это моему врачу. Потому что он сказал, что если ты будешь продолжать дальше ходить с лишним весом, то ты будешь инвалидом. Инвалидом мне не хотелось. И поэтому, да, я пошел все-таки худеть. Но не потому, что я себе не нравился в зеркале. Я себя любил всегда. Слава Богу, у меня вот по этой части отверженности не было никогда. И некоторые смотрят на себя в зеркало и говорят, слушай, что-то я какой-то у меня тут не так, и здесь не так. И начинается такое понятие, как самовыражение. Люди переходят из отверженности во всякие следующие грехи. Например, проклятие. Они начинают красить волосы в другой цвет, делать какие-то непонятные прически. Ну, я же не буду как у всех делать прическу. Я буду как у меня. И пусть все завидуют. Татуировки начинают бить себя на таких местах, на которых он сам никогда не увидит. Проблема, что у нас через 80 лет будет целое поколение бабушек с татуировками на таких местах, которые не умеют даже пироги испечь. И начинается все с отверженности, когда человек отвергает самого себя и начинает идти во все тяжкие. Я вот здесь выделюсь вот так, а там выделюсь. Вот я знаю людей, которые купили себе машины, а потом жили в этих машинах, потому что денег на квартиру у них уже не было. Я знаю таких людей. Но ему хотелось BMW, ему хотелось Volvo, ему хотелось, не знаю, Mercedes. Последний Mercedes. Но это был его последний Mercedes. Потом за долги забрали. И вот эти все проявления отверженности, все вот эти вот, они ну реально, они мешают нам жить. Мы занялись. Бог, дьявол специально посадил эту отверженность нам в сердце, чтобы мы от Бога отвернулись и начали думать про себя, любимого. А как же я? Как Игорь говорил, троица дьявольская, я мне мое. И мы думаем про себя, а про Бога там места не остается. Спрашиваю, Библию читал. Не, не, не читал. Мне некогда было. Я про себя думал. Как выглядеть лучше в глазах других. Люди забыли, как они должны выглядеть в глазах Бога. А в глазах Бога они должны выглядеть только одним способом. Сердце чистое. Вот если я побреюсь, например, или не побреюсь, вот поверьте мне, Иисусу все равно. А вот если я согрешу в сердце своем, как в Писании, в сердце своем, вот тут мне надо начинать испытывать отверженность, потому что я буду отвергнуть Богом. А Иисус очень хорошо знал, что такое быть отвергнутым Богом. Он прошел до конца. Написано, он уничижен был, умолен был, наказание написано, миросево было на нем, у него все было плохо, и когда ему было хуже всех, вот если вы думаете, что вам сегодня хуже всех, представьте себя на кресте. Или пересмотрите ролик, который сегодня смотрели, и вы поймете, что вам не хуже всех. Так вот, Иисусу, когда было хуже всех, от Него отвернулся Его собственный Отец. Поэтому, что такое отверженность, наверное, больше Иисуса никто не знает. А еще был один персонаж, который был отвергнут тоже всеми, включая собственного отца. У них это, видимо, наследственно. Это Давид. Пришел пророк и говорит, собери мне всех сынов своих к этому, к Иисею, как его звали, Ишай, Ишай, Иисей, да? В русской Библии Иисей. Приходит и говорит, давай, Иисей, собери всех своих сынов. Он говорит, а вот они все, вот они, вот-вот-вот-вот-вот. А ты, говорит, все твои дети? Ну, ладно, простите, папа может всех детей в лицо не знать. Это знаете, когда мама утром подходит к отцу на кухне, достает из кошелька фотографию, показывает вот так, говорит, ты знаешь этого человека? Он говорит, нет, это твой сын. Надо забрать его из школы. Он говорит, а как я его узнаю? Никак. Просто стой возле ворот, он сам к тебе подойдет. Пророк не поверил, что это все дети. И он Бога спрашивает, это все дети? Тот, говорит, нет, есть еще один по сердцу моему, вот его ведите, он будет царем. Вот так. Забытых Бог берет просто вот так, поднимает и делает царями. И отверженных. А мы их продолжаем отвергать. А вы знаете, какая проблема у отверженности? И почему это эпидемия? И на этом будем заканчивать. Потому что, когда мы находимся в отверженности, мы перестаем дарить любовь. Если мы испытываем отверженность, мы перестаем дарить любовь, потому что где-то в глубине души, представьте себе, ведро, ведро, которое нужно наполнить. из струя, которая в него течет, она не задерживается там, потому что дна нет. Там сифонит по полной программе. А если мы не можем наполниться любовью, мы не можем переполниться любовью. Если мы не можем переполниться, мы не можем отдать. Почему людям говорят, когда они новообращенные, говорят, приходи в церковь, мы тебе послужим. Приди, наполнись любовью, а потом будешь наполнять любовью других. Потому что нужно сначала наполниться, потом переполниться. И когда мы переполнимся, вот тогда это уже никогда не закончится. Потому что написано у Бога достаточно для всех. Он Эль Шадай. У него всего больше, чем достаточно. И любви его хватило на всех, от Адама до последнего человека. И нам нельзя быть в отверженности. Если у кого-то сейчас есть хотя бы тень сомнения того, что у вас есть отверженность, Богом, людьми, собой, обязательно отметьте это и исповедуйте это. Отрекитесь от этого. Скажите сатане, я не хочу больше с тобой никаких дел иметь. Что ты мне рассказываешь сказки? У меня сердце новое, душа чистая. Я возлюблен Богом, Он меня избрал. Написано, прежде чем я сотворил тебя, я предузнал тебя, осветил тебя и пророком для народов, поставил тебя. Кто ты, не спадший с неба за свою гордыню, чтобы говорить мне какие-то глупости? Я сын всемогущего Бога или дочь всемогущего Бога, а ты кто? Ты тот, кому даже прощение не светит, если ты 30 дней будешь сидеть и каяться просто последние дни свои. И мы не можем себе позволить быть в отверженности, потому что мы в конце концов становимся отверженными самим собой, забываем дарить любовь, а Иисус говорит, что если вы хотите быть моими учениками, все узнают об этом только если между вами будет любовь. Если мы не умеем дарить любовь, вряд ли мы что-то сможем сделать для Царствия Божьего. Аминь. Давайте помолимся. Давайте встанем и помолимся. Наш Господь достоин, чтобы Ему молились как минимум стоя. Я поведу вас в молитве. Можете повторять за мной. Можете просто вслушаться в то, что будет в этой молитве. И спроецируйте это на себя. И хорошее спроецируйте и не очень. Потому что от того, что сейчас произойдет в вашем сердце, по вашему выбору, где вы уже не жертвы, одной жертвы было достаточно. Одной. Больше не надо. Она все искупила. Станьте мастером, станьте хозяином своего выбора. И в этот момент произойдет чудо. Чудеса приходят туда, где их ждут, где их хотят. Попросите чудо от Господа, чтобы сегодня все, что вам мешало, вся эта отверженность, которая была у вас, вот так в один момент. А Бог в состоянии сделать это в один момент, потому что Он вне времени убрал ее из вашей жизни и переполнил вас и переполнил вас свою любовь. Аллилуйя. Господь Иисус, вы можете повторять за мной. Я верю, что Ты Сын Божий и единственный путь к Богу Отцу. Я верю, что Ты умер на кресте за мои грехи и воскрес из мертвых, чтобы я был оправдан. Иисус, на кресте Ты был отвержен Богом, Отцом и людьми, выстрадал позор для того, чтобы я был принят Богом. Ты взял на крест мою отверженность. Иисус, Господь, я имею проблему, я был отвергнут в своей жизни. Назовите людей, которыми вы были отвергнуты, может быть, самим собой, может быть, считали, что вас отверг Бог. Дух Святой, посмотри на мою память. Покажи мне тех людей, которые принесли мне эти раны через отвержение. Я прощаю всех, всех, кого отвергал, и всех, кто отвергал меня. Назовите их имена. Господь, освободи меня от духа отверженности во имя Иисуса Христа. Я отрекаюсь от плодов духа отверженности, от горечи, от обидчивости, от жалости к себе, от ревности, от гнева во имя Иисуса Христа. Иисус, я благодарю Тебя за то, что Ты освободил меня от нечистых, злых духов. Я провозглашаю себя свободным. Я высвобождаю свой дух для радости в Тебе. Я благодарю и славлю Тебя, Иисус. Отец Небесный, я благодарю Тебя, что через Иисуса Христа Ты простил меня и принял в Божью семью. Я Твое дитя, а Ты мой Отец. Я принимаю себя таким, какой я есть, каким Ты сотворил меня. Я Твое искусство. Я благодарю Тебя, что Ты сотворил меня именно таким. Ты начал эту прекрасную работу во мне и к концу моей жизни Ты закончишь ее, чтобы я предстал перед Тобой таким, каким Ты хочешь меня видеть. Я благодарю Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословенны. Аминь.